С поздравления директора, главного редактора электрогорского информационного агентства Московской области «Электрогорские вести» Людмила Трофименко с днём рождения, 11 апреля в актовом зале администрации началось очередное оперативное совещание. От себя лично коллектива администрации, я думаю, от наших всех коллег, и от жителей, конечно, поздравляем с днём рождения, мы знаем, работа непростая, необходимо, чтобы интерес для детей был постоянный, основательный, ну и, конечно, ту информацию, которую вы озвучили, она, конечно, очень серьезная, государственная, и это важно, что у вас получается вместе с вашим коллективом. Коллектив телеканала ТВЛ поздравляет Людмилу Николаевну с днём рождения. Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов и удачи во всех начинаниях. 9 апреля состоялся первый официальный общегородской субботник. Общественные организации, предприятия, учреждения приняли активное участие в уборке нашего города. Хотел бы поблагодарить за работу на субботнике. Работа проделана большая, хотя это мы в начале большого серьезного пути. Вы знаете, что еще общегородской 23-го числа, общий областной субботник 23-го числа, на этом субботнике не заканчивается, у нас еще перед 9 мая будет субботник, перед днём города. Поэтому делом у каждого разные задачи, разные объемы, но итог и результат должен быть один. Чистота, благоустройство, красота и порядок на нашей территории и на своих предприятиях и в целом в городе. В рамках состоявшегося 7 апреля Совета директоров были обсуждены текущие вопросы подготовки города к предстоящим праздничным мероприятиям, а также проведение работ по благоустройству. На прошлой неделе прошел большой расширенный совет директоров, всех директоров и присутствующих в этом зале, кто принимал участие, и кого нет в зале, за серьезную проделанную работу, потому что обсуждали в том числе подготовку к 9 мая, дня города, производственные проблемы. На прошедшей неделе работа электрогорского филиала компании ТСК «Мосэнерго» осуществлялась по плану, без существенных нарушений в сети тепло- и водоснабжения. По тепловым сетям, водопроводным сетям, рецидентам не было. По канализации произвели ремонт коллектора в районе ТСК «Мосэнерго» и производили откачку. В районе улицы, вернее, по плановую промывку, в районе улицы Ленина-6163, Конецкая, 3-5. Продолжаем заниматься уборкой, которую сейчас на сегодня. Тем не менее, проблемные моменты в работе организации пока остаются. В установлении работ после осени, там, где просадки, грунта были. Значит, отцепили просадки на районе морской части Ленинградского. Естественно, еще вот пока открыт. Все просадки, которые были, все отцепили на тренингере. Да не все. Вы сами-то ездили, смотрели? Да. Завтра проедем, тогда лично покажем. Управляющая компания «Ленком» производила ремонтные работы в системе отопления в ряде домов. Особое внимание компания уделяет уборке закрепленной территории в рамках плановых субботников. У нас изобретены подключения, включая на прошлой неделе отопление на Пасон-7, проводили ремонтные работы. Также на Калинин-41, включая отопление, тоже проводили ремонтные работы. Проверили два субботника, один в среду, всем коллективом убирали на тренингере территории. И второй субботник, 9 апреля, в субботу, мы спрыгнули, поэтому 40 человек в компании. Две утра собрались, пошли по городу, все убирали. Также на прошлой неделе начали уже ремонт внутриквартальных дорог. Вырезаем карты, вырезаем все дыры на дорогах и на этой неделе начнем асфортирование. Сказали побилку для деревьев, бордюру на краску. Сегодня завтра должны привезти и присутствуем уже краски деревьев и бордюров. Значит, первое, еще раз, особое внимание по мусору, по области. На контроль, корректировки, особенно вот на такие мероприятия, это первое. Потому что есть определенные жалобы, вот даже с Ленина, 61 обращение. Значит, нерегулярно вывозят мусор, проверить, это первое. Ну и сейчас погода теплая, вот того, что есть предположение, что начинают там крысы, там, значит, и расстаскиваться с собаками и всеми остальными, по-другому. Следующий вопрос. Погода становится хорошей, ребятишки начинают гулять на улице, на детских площадках. Особый контроль. Площадок установили за эти два-три года много. Новых, разных, больших и разных по конструкции. Поэтому максимальное внимание. Самых ответственных поставки ребят, кто монтировал их, да, прям немного, одного, двоих, и прям с седельской площадки пройдут. Почему? Потому что не дай бог, чтобы не было беды, не дай бог, чтобы не было никаких неприятностей. Проверить, подвоить, подкрасить, подкрутить, потому что в любом случае они эксплуатируются активно. И чтобы не угробить, назовем, значит, и оборудование, и не дай бог, с ребятишками, чтобы не случилось, еще раз проверить. По-внимательнее. Без нарушений в сети электроснабжения прошла неделя в электрогорском филиале компании МОСА Балэнерго. В штатном режиме мелкие нарушения, не с радостью, устраняются с качественными ресурсами. Мы также понимали участие в углоке, в своднике. И, в общем, устраняем сейчас недостатки по земным работам. Школа 3. Также отключили договор. Насколько я понял, выставили опять сумму, еще большую сумму, чем была. Ну, так и тарифы меняются в каждой квартире. Ну, это надо на уровне уже руководство решать. По-любому. Сгрустились после оперативки. Хорошо, спасибо. Плановая уборка городских дорог составляет повестку дня МБУ дорожного хозяйства и благоустройства. Наша первая очередь, уборка мусора. Ребандерная часть, перенали активную участие в субботник. В принципе, готовимся к погрузке. Все в общем порядке. На вас, можно сказать, весь город смотрит. Понятно, да? В хорошем смысле этого слова. Поэтому необходимо все действия, еще раз, Илья Ильич, согласовывать. Качество работы должно быть достойным. Сроки должны быть выдержаны, потому что и водитель, и вас, и меня вспоминают добрым словом, крепким словом. Поэтому необходимо работу сделать. Мало того, сами знаете, что большие праздники. И покраска, уборка, покраска заборов, ограждений, где у нас есть. Все наши объекты, наши массовые. Поэтому повнимательнее. Работы еще очень много. Управляющие компании ТСН Ухтомского 9 и ЗАО Сахарау работают без сбоев. Основное внимание уделяется уборке придомовой территории. В работу Павлова-Пасадского филиала компании «Мосавтодор» были внесены рабочие коррективы. Компании было рекомендовано оперативно осуществлять ремонт и уборку на закрепленной территории. На прошедшей неделе мы выполнили ямочный ремонт. В речи у асфальта, где-то на всем протяжении улицы Савицкой приступили к сбору с мёдом. Пятницу начали, а уже не было здесь. На этой неделе мы рассчитываем, что мы закончили. Занейшее мы приступили в очистке приборки и участие с помощью полиморочных машин. То есть мы это готовы покраски. Вы риску сделали, через день у вас начнется. У вас сколько там, больше недели вы работы не проводили. Значит были аварии, вы потом дополните. Были аварии, уже там наши жители с пробитыми колесами, не знаю, в суд уже подали на вас или нет. Это первое, это безопасность людей. И второе, с мёд начали собирать. Ну спланируйте так, чтобы следом шла машина и убирала. Ну день делов, ну два дня. Ну вот уже сейчас, просто-напросто, у вас уже часть гребли, и то я настоял, на уши всех подняли. Вы приехали, и потом дождь пошел. Сейчас вы опять с мёд убирали, убрали. Молодцы, мы не говорим, что вы делаете плохо. Хорошо. Ну убрать нужно за собой вовремя. МОП ДЭЦ в штатном режиме осуществляет контроль исполнения муниципальных контрактов. Принимали участие в субботнике. Значит по восстановлению благоустройства беспокоят, значит по гарантийному письму компании «Стройкомпании». Это объект от Горького, где образовались провалы. Долг безымянный. Это ТСК подричит? Да. То есть по смеру Святого Константина там были и остаются провалы площадки, провалы грунта и некачественное покрытие, асфальтовое покрытие. Долька романца 80. То есть, включить в объезд, когда поедет в среду, значит со мной. В МУП «Порядок» провели субботник на закрепленной территории, а в МУП «Ритуал» оказали содействие в установке ограждения на семейном захоронении. Для тех, кто работает в этом режиме, мы занимаемся в этой территории, мы все равно. Значит вот у меня по МУП «Порядку», значит сам лично, как Александр Анатольевич относится к этому делу, очень ответственно. И директор гребет, я не знаю, кто-то еще гребет или нет, один гребет за территорией Ренка с граблями. А с правой стороны, где у нас куриный домик, вот с правой, континентальный невест, прямая камень, вот это вот. Потом, где у нас выставляется, сегодня уже, Алексей Олегович, выставлен непонятный, кто у нас там продавец. Уже сегодня выставлен опять на том же месте, кто разобраться, кто там выставляется, торгует. И есть ли разрешение, и на каких основаниях. Мусора полно, торговое дело, вы говорите, что убирались. Может быть, конечно, за воскресенье набросали, я не знаю. Но за территорией мусор есть. Случай провели, территорию убрали, и таки ванны, демонтировали и установили. То есть, не стали ждать на 9 мая, а установили ярограду. Мы еще не сообщим возможности, если она будет, как бы, здравием, если съездим, посмотрим. Многофункциональный центр переводит ряд услуг в новый формат. Сотрудники проходят обучение и тестирование по новым сценариям работы, касающимся перевода услуг в электронный вид. И принимали участие в субботнике. Информацию о текущей работе лечебного учреждения города представил главный врач Николай Суворов. Всего в больнице 167 процентов. Продолженность 102,65. Меддемных стационар. Значатка вызова по скорой помощи 65. Всего обращений 27. Поступлений 62. Так все в шумном порядке. На прошлой неделе посещали ярмарку студентов. Сеченовская академия сейчас уже установили контакт с начальством департамента Академии Сеченова по распределению интернов, и организаторов. Запланирован следующий выезд на май месяц, когда нам уже будут вымешать вопрос по целевым направлениям на обучение интернов, а также в больнице. Хорошо. Субботники как прошли? Субботники прошли, все дружно вышли, мы поработали хорошо. Распотребнадзор констатирует отсутствие чрезвычайных происшествий на территории Электрогорска. Тем не менее, с приходом весны обострились традиционные угрозы, заболевания в результате укуса клещей. На территории Электрогорска в течение последних двух недель никаких чрезвычайных ситуаций не было зарегистрировано. Заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями на уровне среднестатистических данных, то есть она пошла на спад, но на этой неделе не столько выше заболеваемость, чем на прошлой неделе. Поэтому сейчас просьба отопления будет отключаться, поэтому просьба все-таки на утренний фильтр обращать серьезное внимание. Хочу еще несколько слов сказать по поводу профилактики заболеваний, передающихся клещами. Сейчас вот уже в Электрогорской больнице зарегистрировано один случай присасывания клещей. Сейчас клещи у нас голодные. В общем-то большой процент зараженных клещей и клещевым боролиозом, и анаплазмозом, и орехиозом. Поэтому задача проверить и возобновить договор с мотищами, с ГУЗом мотищ по поводу исследования клещей, потому что лица, которые поражены клещами, клещи должны отправляться на исследование для того, чтобы проводить профилактическую антибиотикотерапию. Самое главное, конечно, безопасность в городе, и необходимо максимальную информацию. У нас сейчас период начинается пожароопасность, понятно, да? По безопасности, значит, направление в этом. И, конечно, наши СМИ должны быть оперативно, на постоянной основе информировать наших жителей и по клещам, и по безопасности в лесу. Все вот эти вопросы необходимо освещать. О мероприятиях в сфере культуры, спорта и молодежной политики, отчиталась начальник отдела Лариса Крапетян. 4 апреля принимали участие в обучающих семинарах по подготовке к проведению мероприятий в сдаче комплекса «Маморково» в Яснодорске. В библиотеке оформлена выставка «Международный день детской книги». Также оформлена выставка «Много дорог и одна из них твоя». Учащиеся в художественном отделении музыкальной школы принимали участие в открытом выставке художника Мачалова в городе Павловском посаде. Все учреждения в субботу принимали участие в городском субботу. 6 апреля преподаватели спортивной школы принимали участие в семинарии спортивной службы по палеоприятию в городе Хейн. 9 апреля в спорткомплексе «Сокол» провели турнир по грековинской борьбе в памяти заслуженного тренера России объемных получил Писайло. В этом турнире принимали 13 команд участия из Московской, Владимирской областей и города Толго. Первое место в номинации «За волю победы» занял Чучков Тимофей. Весовой категории 20. Спасибо, ну, первое, мы всех ребят поздравляем. 180 ребятишек приехало и участвовало в турнире на Трисосаево. 11 раз уже проводился традиционный турнир, поэтому добрая традиция жива. Бирк Михайловича нет знамен, все знают, да, и почетный житель города, и заслуженный мастер спорта, вернее, тренер России. И поэтому, конечно, спасибо всем организаторам, нашим спортсменам, во-первых, тренерскому составу, гостям, и спасибо нашим спонсорам, традиционно помогая компании «Эленко», «Маколаб», если я кого-то, может быть, упустил еще, кто-то помогал, там, Жупаков где ему помогал, да, поэтому всем спасибо за организацию, за этот праздник спортивный. Информацию о работе образовательных учреждений города представила начальник управления развитием отраслей социальной сферы Татьяна Панкова. В рамках подготовки к празднику труда состоялись городские конкурсы, сочинения на тему «Моя будущая профессия», конкурс детского рисунка, профессии моих родителей, фото-конкурс «Трудовая слава родного города» и конкурс на лучшую поделку. Сегодня будут подведены все итоги. Также все образовательные организации готовятся к ярмарке продажа, которая пройдет в рамках данного праздника. У нас на 12 апреля запланированы во всех образовательных учреждениях мероприятия в рамках Дня Космонатики. Во-первых, хотел бы поблагодарить образование всех ребятишек и периодический состав за собутники. Молодцы, как муравьи везде работали, поэтому, конечно, всегда самые активные. Спасибо большое. Ну и уважаемые коллеги, Татьяна Викторовна сказала, что дети готовятся к ярмарке продаж, поэтому, кто будет приглашен на праздник труда, не стесняйтесь, возьмите денег побольше. В Электрогорском профессиональном училище образовательный процесс осуществляется в рамках плана учебно-воспитательной работы. На международной неделе у нас прошли следующие мероприятия. В рамках недели Цикловой методической комиссии общих социально-гуманитарных дисциплин 8 апреля провели открытый урок по литературе и истории «Крещение Руси» против Владимира Крестителя. 7 апреля приняли участие в региональном научно-практическом семинаре на тему синергии приоритетных направлений развития среднего профессионального образования в профессиональной образовательной организации. Также провели субботник по уборке территории и устанавливали ограждения на площадке, предназначенной для мусорного контейнера. Вся остальная работа проводится согласно учебной праве. Хорошо, молодцы, потому что Илья Владимирович обезжал в город, сказал, что хорошо поработали, на самом деле чистоту навели. Но единственное, уборка и поддержание контейнерных площадок, чтобы, конечно, после ветров не раздувалось, чтобы работа не на смарку ушла, а так и ребятишки, коллектив хорош. Да, молодцы. Отдел социальной защиты населения перешел на новый график работы. Информацию о работе подразделения представил руководитель Электрогорского СЗН Владимир Морозов. В связи с приказом министра у нас очередной новый график работы. Теперь мы работаем в пандемии госкохозяйственной 8 до 8 вечера. Пока работаем в плане дежурства, потому что вопрос с охраной не решен, как только будет решен вопрос с охраной, чтобы помимо специалистов еще Владимир у нас находился в охране, будем ввести прием населения. Сегодня, завтра у нас специалисты по детству, по материнскому капиталу будут находиться в ОФЦ, обещать услугам. Приняли участие в субботнике и совместно с ОПЕКой, с другими службами выбрали площадь Советского дом 2 и теплоотрясу, которая находится напротив. Ветераны у нас самые ответственные, постараться максимально пригласить, кому здоровье позволяет. И для нас просто их участие приятно. О текущих мероприятиях отдела опеки отчиталась Ирина Лубинец. На прошлой неделе отдел опеки принял участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Несовершеннолетний принял несовершеннолетнего ребенка из Липецкой области, который зарегистрировал на нашей территории. Ребенок сейчас в данный момент у нас находится в детском отделе Николокосадского ЦРБ. Была оказана помощь иностранной гражданке в получении свидетельства о рождении ребенка. В данный момент от нее получено заявление о помещении ребенка с ротом на 6 месяцев дом ребенка. О надзорных мероприятиях отчитался замруководителя территориального отдела номер 13 Госадомтехнадзора Сергей Карасев. Продолжались надзорные мероприятия. Особое внимание было обращено на выявление подтопления территории, а также на явление мест сбора мусора после таяния снега. Кроме того, на территории города Электрогорск сотрудники Госадомтехнадзора начались работы по выявлению размещенных на детских площадках транспортных средств, применения средств фото и видеофиксации. На прошлой неделе работали в районе улицы Советской, начиная с 40-го дома. Уже выявлено несколько нарушителей, в настоящий момент с ними занимаемся. У нас Адам Технадзор является нашими шефами, значит, нашего дома-интерната, значит, Владимир Анатольевич, в курсе вы, да? Адам Технадзор у нас сейчас шефы, поэтому необходимо проработать предложения и работы по субботнику 23-го числа на территории. Совместные, понятно, что, наверное, вы и в Ногинске будете здесь. Ну, мы, скорее всего, в Ногинске будем, но посмотрим, постараемся. Но продумать, как нам это дело, значит, совместно сделать. О пожарах в городе отчитался Андрей Панин. 6-го апреля по улице Горького у дома 1А на территории теплотрассы загорание мусора было на площадь 10 метров квадратных, значит, ликвидировано. Также опять 6-го на улице Лермонтова мусор, совместно с травой загорание на площади 15 метров квадратных. 8-го апреля в центре Морозка в районе деревни Васютина горела решетка крыши у дачного домика на участке номер 42. И, значит, вовремя сообщили, встретили, значит, распространение не допущено. 8-го апреля улица Советского у дома 36А, опять загорание мусора на площади 15 метров квадратных. 9-го улица Чикалова у дома 3, загорание мусора на площади 3 метров квадратных. Также 9-го улица Павловский тупик, загорание мусора на площади 7 метров квадратных. И вчера, значит, 10-го апреля улица Некрасова, дом 28, квартира 10, значит, был выезд, подгорание пищи. В квартире, значит, лицо, на состоянии было, было выключить продукты, которые были на газу. Мы тоже соседи в войне сообщили. О противопожарных мероприятиях на территории проинформировал присутствующих представителя НД Дмитрий Харченко. Хочу вас довести до граждан города, что на территории Московской области, закону Московской области о благоустройстве, с 15 марта запрещено сжигание мусора и разведение костров. Также изменения в 2015 году были в правилах противопожарного режима, которые также запрещают сжигание сухоросительности, стерни, а также разведение костров на полях. За неуполнение данных требований предусмотрена административная ответственность. На этих выходных уже полупосадскому времени в результате патрулирования составлены два десятилетных протокола в отношении гражданства. В связи с этим, с целью предотвращения неконтролированных палаток травы, а также выработки дополнительных мероприятий по предотвращению и подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, прошу данного вопроса рассмотреть на очередном заседании комиссии по учреждению ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. О правонарушениях и преступлениях в городе проинформировал присутствующих замначальника Электрогорского отдела полиции Федор Зайгин. За отчетный период отделом полиции получено 44 обращения граждан. В основной массе это нарушения общественного порядка и семейно-бытовые инциденты. Свершение преступлений в городе Электрогорск не допущено. Автовокзал переходит на весенне-летний режим перевозок. 23 апреля у нас открывается весенне-летний сезон перевозок. Подготовка к очередному субботнику. Таким призывом главы города было завершено оперативное совещание. Готовимся к 23 числа к субботнику. Просьба руководителей, особенно касается управляющих компаний, сейчас пустите, ТСЖ, значит наших дорожников, и все руководители предприятий, вы знаете, что по поручению губернатора не только наводим порядок, но еще и приобретаем форму брендированную по субботнику. Просьба выделить небольшие хотя бы для начала деньги. Значит, сегодня нашим службам еще раз разослать информацию по предприятиям оперативным и в электронной форме, и на бумажном носителе посмотреть. Купить хотя бы кепки, значит, и жилетки, эти майки брендированные. Почему? Подроспись вы даете, подроспись забираете. Если не хотите, деньги тратить повторно. Нормальный процесс, ничего здесь нет позорного, но чтобы у нас коллектив был и наши коллеги, понятно, что мы делаем одно общее дело и приучаем к порядку.